всем доброго здоровья конец этой недели с вами как всегда дмитрий и екатерина будем делать зарядку всем людям мира привет 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 она прием прием а прием задачи так ну что у нас сегодня по плану как всегда первая часть это разминка верхнеплечевого пояса плюс шея вторая часть это вертикализация возле шведской стенки с каким-то комплексом упражнения и третья часть мы сегодня спустимся на пол и вспоминаем кое-какие упражнения которых подзабыли на месяцок но вот сейчас сегодня пришло время они вспомнили доросли до половой жизни да ну что ты хотел сказать что ты занимался говоришь короче ну когда у меня самостоятельной тренировки я же немного филоню там верхней плечевой не разминаю все вообще думаю надо размяться я правда сел на кушетку выдвинулся как на табуретке полностью сел и сделал разминку верхнего плечевого спины там то все пограбал подымал руки вверх и у меня так легко вставалось я так все хорошо сделал вообще так за тренировка зашла легко я не разминался сейчас разминался потом что если разминаться по тогда другие мышцы по-другому включается и ногам легче и не легче всем то есть мы получается наши нейронные связи включаем в работу чтобы поднять в тонус наши мышцы там по спине по ногам и потом уже не просто без особой разминки с натугой поднимаемся возле шведской стенки а уже разогретая теплая мышца которая готова к работе она думает а сейчас я лёгенько все сделаю и я короче все понравилось настолько но оставался что педаль уже крутил за меня велосипед то есть пользуйтесь так ну что мы теперь сделаем маленькое отступление мы сделали значит давайте переделаем все-таки гимнастику ты готов ты настроился нет в любом случае мы начинаем что мы делаем мы выпрямляем нашу спину тянемся макушечкой вверх если вы стоите значит нейтральное положение поясничный отдел выставляем если вы сидите как дима на стуле на коляске на кушетке на кровати после травмы на шее уродни тогда другие упражнения выполнять что вы делаете соблюдаете углы сгибания в коленном суставе и стопа плотно должна прилегать к поверхности будь то пол либо будь то подножка в коляске значит что мы делаем поднимаем плечики максимально вверх опускаем плечики максимально вниз выполняем 20 раз раз два три я просто это 4 5 дыхание 6 7 8 9 10 еще десятка 11 12 голову нос не наклоняем 13 14 15 16 я сказал 20 17 18 19 и 20 ну все я уже устал все не вешать нас грандомарина я забыл что хотел сказать вот так вот я вспомнил что хотел сказать я сидел на кушетке выдвинулся и получается я готов к табуретке да ура у нас просто по моему я как-то говорила в видео или нет то есть мы работаем на перспективу все время и как только дима достигает каких-то определенных успехов то мы стараемся усложнить в принципе что и вам советуем ну то есть я сидел выдвинутый у меня не было ни спинки ничего и старался было пару раз там ну короче можно уже наши изначально занятия мы именно видео занятия мы начали снимать из положения сидя на кушетке какой-то момент корпус стал настолько крепкий и баланс удерживался настолько классно школа костка что мы решили что пора уже пересаживаться на стол вначале это тоже было страшно и какие-то упражнения у нас даже упала работоспособность не нужно какие-то упражнения потом и уже сейчас да то есть все хорошо получается и на перспективу буквально пару недель назад я сказал о том что нужно садиться на табуретку чтобы не было сзади спинку и мы могли какие-то упражнения руки назад увозить да при этом держать баланс конечно же будет это все стрёмно начальном этапе но дима сказал что готов поэтому ждите новых выпусков на табуретке ну что круговые вращения два плеча работают вперед два плеча работают назад по пятнадцать раз сегодня 1 2 3 плечо лопаточка максимальный диаметр круга сколько 5 6 7 8 9 10 11 13 14 и 15 теперь в обратную сторону 1 2 максимально соединяем лопатки плечо высоко поднимается уводится назад спускается вниз и выдвигается вперед все это по максимальному диаметру 12 не забываем дышать 14 15 все хорошо ты больше воды у нас будет с резинками значит мы наматываем на кисти резиночку одна рука выводим обе руки впереди себя плечо кисть все в линию вторая ручка точно так же пальчики смотрят друг на друга большие то есть именно тыльная часть кисти смотрит в потолок из этого положения уводим только руку в сторону и возвращаем в исходное положение макушка тянется вверх спина ровная таз не доворачивается за рукой то есть корпус у нас ровной работы пока только руками естественно будет включаться спина естественно будет включаться какой-то баланс у димы да но основной момент это проработка именно руки в общем да если по простому скажу не надо нам по простому сложно сочиненно никто вообще ничего не понял выпрямился стабилизировали поясницу руки одна рука стабильно 2 3 4 5 6 7 8 9 и 10 у меня спастика пошла по животу а не кричи неужели больно сжимать сжимает что у тебя работало ну-ка расскажи друг я не знаю у меня работало ну понятно третий сплечь и предплечье потому что держу в кистях а у меня очень сильно напрягалась вся косая косые мышцы все межрюберные и поясница соответственно и по ногам все у меня напряжено было очень сильно даже на носочки потому что на руки вперед надо было стабилизироваться но повторю ты что 30 удерживается до рука в статическом напряжении поэтому статическом напряжении находится 30 то же самое выполняем второй ручкой остается столько много тренировок мы выкладываем люди не успевают даже смотреть как энциклопедия идет вообще если честно здоровский материал получается это я со своего опыта говорю в прошлом когда этого материала не было кстати да если вы не успеваете смотреть наши тренировки например вы просто не можете вместе с нами потренироваться да по каким-то своим причинам смотрите хотя бы по плейлистам отдельное упражнение потому что возможно но для вас будет это более когда актуально полезно 3 4 не забываем 5 6 7 8 9 и 10 хорошо и на самом деле кто нас смотрит обращайте внимание на мелочи мы уже давно не повторяли потому что мелочи играют очень большую роль у нас в чате иногда аж зло блин берет говоришь распинаемся взяли все испортили все не так делают еще не получать смотрите внимательно очень внимательно слушайте то что говорит катя то что говорю я это общего барабан нет дима тоже говорит умные вещи все таки не зря тренируемся из области физики математики смотрите что на что обращайте внимание на положение тела на какие-то моменты по напряжению всегда находитесь во внимание своего тела в каком плане то есть вы выполняете обратите внимание что в этот момент у вас напрягается чем вы работаете в своем теле до какая конкретно мышца какой участок бывает даже на мышцы у вас напрягается больше всего где-то точка боли до условно либо не условно с которой вы работаете то есть бывает даже вот такие нюансы обратите внимание там не просто рукой помахать вот я могу просто помахать рукой да не соблюдая угол сгибания локтевон суставе вообще не думаю чем я сейчас делаю у меня получается что-то работает рука отводится в сторону вам кажется со стороны что это очень простое упражнение на самом деле если сосредоточиться стабилизировать поясницу выпрямить спину и работать здесь же можно даже с одним упражнением проработать лопаткой это упражнение не думая о том что как находится рука то есть например и просто выделить в статику напряжением да можно доводить к с корпусом это упражнение или можно больше обратить внимание на мышцы спины и несмотря на то что здесь будет работать лопатка дожимать мышцы спины одно и то же упражнение можно выполнить в двух а то и более вариантов хотя внешне она будет выглядеть приблизительно одинаково . вот и лето прошло теперь мы делаем да правильно это прошло когда мы будем песни петь пьяными 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 на камеру не Нет, вряд ли люди хотят это послушать. Значит, что мы делаем? Ну, как-нибудь обязательно, Дима. Скоро, совсем скоро. Одну руку мы укладываем на бедро и придерживаемся. Вторую руку мы уводим, пальчик поворачиваем вверх, да, и уводим в верхний диагональный угол. У нас получается такая небольшая диагональка. Возвращаем в исходное положение. Выполняем 10 раз на одну руку, 10 раз на другую руку. Так, выполняем, да. Пальчик вверх, рука почти прямая, слегка, может быть локоток присогнут, слегка. И работаем в диагональку, два, спина прямая, макушка вверх. Не доворачиваемся, ничего? Нет. Четыре, плечо, лопатка, спина прямая. Сколько? Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И поменяем руку. Спина очень сильно воздвигается. И хорошо. То, что надо. Замечательный сосед. Блин, Катя, вообще добила ты меня танцем. И правда, не было такого еще пока. Это в конце тренировки. Ждите. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. Хорошо. Опять меняем руку. И теперь наш пальчик большой смотрит вниз. То есть мы поворачиваем полностью всю руку. Это знаете, как это? Чик. Казнить нельзя помиловать. Казнить нельзя помиловать. Запятые ставьте сами. Да. Так. Вдох, выдох. Собрались. Спину выровняли. Колени собрали вместе. И работаем. Ого! Тихонечко. Что-то у меня все заболело. Блин. Сразу с первого раза. Лука, локти. Лука. Ой, локоть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Заболела вся мышечная цепь вот отсюда. И прям вот сильно-сильно заболела. Сильно-сильно-сильно. Ну, я его услышала хорошо. Я хорошо услышала. Давай второй рукой, той, пока не делай тогда. Хорошо? А сам сильно заболела. О, очень смешно. Ладно, не буду это делать. Сделаю другой. Большой пальчик. Глент, что же сейчас заболит? Ну, так сильно. У меня заболело, знаешь, как вот связки, которые тянешь. Угу. Как вот растяжение и такая боль, как по кости пошла. Такая по связкам, походу. Ну, да. Кост не болит. В кости нет нервных окончаний. Спасибо. Снимать руку. Давай. Раз, вверх. Два. Три. Подожди поближе, сейчас еще. Ага. Четыре. Выше поднимай. Пять. А то не дотянешься. Шесть. Семь. Восемь. Девять. И десять. Хорошо. Руки нормально. Ну, просто мышцы плеча тренируются. Плечо предплечьем. Я предплечье очень сильно тренируется здесь. Вот это вот именно часть. То, что надо фиксировать. Потому что, да, в моменте, когда вы поднимаете от плеча, да, если травма шейного отдела и руки слабые, что получается? Выслабок и шейник. Выслабок и шейник. Как-то оталдимо. То есть, не замыкается локоть, потому что слабый трицепс. Так вот, это упражнение, когда вы уже трицепс чуть-чуть подкачали, да, вы выполняете. В статическом напряжении идет у нас, ну, статикодинамика, наверное, все-таки больше. У нас трицепс, да, а основное дальше дорабатывать. До угла 90 у нас работает дельта. Через угол 90 добавляется у нас лопатка и спина. Что еще при этом упражнении можно делать, если у вас все-таки не замыкается локоток, да, а упражнение делать хочется? Во-первых, вы можете просто выполнять без всякой резинки, можно взять утяжелитель, повесить на руку, если все подмыкает. А если локоть не подмыкает, забинтуйте локоть, либо возьмите, оденьте какой-то ортезик и просто учитесь поднимать руку вверх, да. При этом у вас будет все-таки больше включаться дельта, но мысленно держим в голове, что это вы выпрямили руку и прямую ее поднимаете. Как только начинает слегка локоть подмыкать, можно пробовать убирать ортез, а делать легкое бинтование для того, чтобы, например, рука ведется вверх и в какой-то момент она сгибается, да. Так вот, чтобы бинт нам помогал чуть дольше продлить вот это вот состояние выпрямленного локтеза. Следующее упражнение у нас будет с палочкой. Так, палочку, я показываю упражнение, мы берем позади себя, пальцы у нас смотрят назад, я дам Диме за спинкой стула. Из этого положения макушка тянется вверх и руки максимально уводим назад, возвращаем в исходное положение. Это будет у нас первое упражнение. Вторым упражнением у нас будет сгибание в локтевых суставах и выпрямление. То есть, сами себе делаем массаж палочки. Значит, смотрите, сразу в чем нарушение в этом упражнении, да. Многие пытаются подвернуть вот таким вот образом, упереться себе в спину, да, и локти уходят вниз, да. Так вот, нет, мы расслабляем плечевой сустав, то есть, мы не поднимаем плечо к уху, а сгибаем локти, как будто крылышки у нас сзади вырастают из локтевых суставчиков, да, и выпрямляем. То есть, вот такого плана выполняем движение. Ты хочешь? Я хочу тогда. Ну, а ты не сможешь поуводить назад сильно? Или сможешь? Я сейчас поднимаю, потом уводить, я подвинусь. Хорошо, давай тогда я тебе положила палочку, пошире ее возьми. Значит, смотрите, что можно делать, если нет упалочки, можно, или усложнить как, да, можно то же самое сделать в дальнейшем и с резинкой. С палочкой это будет более упрощенный вариант, но стабильный, скажем так, да. С лентой вы чуть-чуть ее подрастягиваете и тоже выполняете, удерживая в состоянии растяжения. Берем с широким хватом. Мы сначала сделаем сгибание, потому что Дима выдвинулся на стуле, как на табуретке. Работаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Оставь палочку здесь, здесь немножко отдохни. Наши пальцы смотрели от нас, да. Теперь мы сделаем то же самое сгибание, только пальцы будут смотреть на нас. На ходу придумали, я вам говорю честно. Да, конечно. Не было какого в планах. На сегодня. На всегда. Так. И пальцы смотрят. Раз. То же самое. Локти вырастают вверх. Тихо. Держись. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Отлично. И из двух этих же хватов мы будем выполнять уведение руки назад, пальцы будут смотреть от вас. И уведение руки прямой назад, когда пальцы будут смотреть на вас. Так. Подготовился, да? Держи. Чуть-чуть шире тоже перехват. Обратным хватом. Раз. Спинка ровная, макушка. Два. Тянется вверх. Три. Четыре. Пять. Стабильная поясница. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Старайтесь не рывком. И десять. Хорошо. Прям красиво. На пределе. Но я видела. Знаешь почему? Потому что, смотри. Я сейчас покажу одну вещь. Надо сказать. Давай. Смотри. Я когда всегда стабилизируюсь, опираюсь сюда, выпрямляю, потому что стабилизируюсь. А тут я, видишь, сам уже. Можешь держать оси все-таки, да? Ну, еще не могу, но могу чуть-чуть выпрямиться. Я обратил внимание, когда кручу педаль уже, ну, все ровнее и ровнее получается. Да, кстати, тоже к моменту о педалях. Если у вас есть такая возможность, вы где-то крутите мотомет, неважно где, это где-то на реабилитации, дома, если есть такая возможность, да, в каком-то зале, не знаю, ну, в общем, обращайте внимание, как вы сидите. Потому что очень часто, когда нет движения в ногах на начальном этапе, все садятся, и не понимая того, что мотомет вам крутит ноги автоматически, да, вы там даже если пытаетесь что-то толкать ногами, но вы совсем забываете о корпусе, да, то есть вы уселись, скрутились, расслабились, облокотились, и что-то там ножки плавненько вам крутит мотомет. В какой-то момент вы отвлеклись, считаете птичек, так вот нет. Если вы сели на любой тренажер автоматически, который вам крутит руки, ноги, неважно, вы должны понимать, что я сижу, это я кручу педали ногами, это я кручу те же самые педали руками, либо, например, у вас есть мини-вело дома, да, и вы пытаетесь разработать трицепс-бицепс на начальном этапе. То есть вы должны быть осознанны и включены в занятия, потому что если вас посадили на полчаса, мотомет вам покрутил полчаса ноги, в лучшем случае 10 минут пользу вы из этого всего получили, это в лучшем случае, а в худшем, может, минуты две. Я уже год пытаюсь выровнять эту спину на мотомете. Так, пальцы на себя, раз, два, три, четыре. Помним про стабильную поясницу, прямую спину, макушку, да, держись, хорошо. И тоже помним, что стараемся все это делать, не рывком, сделал? Да, ты видел, я даже на пальцы какой-то жалову, пальцы уже, значит, получше. Хорошо. Так, размялись, разогрелись с руками, с плечами, с немного корпусом, занимаемся шеей. У нас, короче, знаете, какой дождь идет, как будто под душем встали. С утра, вот сейчас уже нету. Погода она знает, что Дмитрий хочет выйти на уличку, да, что-то там приготовить, может, пожарить. Да, хочет и не пускает. Так, шея. Что мы с ней делаем? Ну, как всегда, убираем плечи назад и вниз. Мамборбекер. Помним про стабильную нашу поясничку, да, и макушечкой вытягиваемся вверх. Начинаем с этого упражнения всегда, да, для того, чтобы подготовиться для каких-то других наклонов, поворотов и всего остального. Делаем? Да. Раз, два. Плечи уходят вниз, макушка тянется вверх на постоянном протяжении всех десяти счетов, да, то есть вот до десяти мы пока считаем, она у нас растягивается. До десяти счетов дошли, плавно расслабились. Плавно расслабились, это не значит, что скрутились и повисли, да, а ну, просто расслабили мышцы. Продолжаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Тоже момент по поводу растяжения. Еще раз напоминаю, уже много об этом говорили, но думаю, что стоит повторить. Когда мы тянемся, плечи уходят максимально вниз, макушка, это не спереди, это не ваш лоб, да, то есть, соответственно, мы не вот таким вот образом, подбородок и носик мы вверх не поднимаем, да, То есть вот так вот мы не тянемся. Мы тянемся именно, вот представьте, что ваш позвоночник, вот в шее которой, да, он прошел сквозь черепушечку. И вот выход этой точки от позвоночника, да, это и есть точка, которой нужно тянуться вверх. То есть это не затылок, мы голову вперед не наклоняем, это не лоб, тоже мы вверх не задираем, это именно центр. Сколько? Шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. Хорошо, семь раз достаточно вполне. Значит, на начальном этапе вообще мы три делали, так что если вы делаете три раза у вас головокружение, может и пока достаточно. Потом по чуть-чуть увеличиваем это упражнение. Так, делаем сегодня движения шеи круговые, акцент на подбородке. Представили, что мы сидим за столом, у нас положили какой-то предмет и мы пытаемся, он такой большой, круглый, либо кучка чего-то, когда мы пытаемся обогнуть, захватить, прижать к шее, подтянуть к себе. То есть вот такое движение выполняем, именно вот такое круговое вращение. При этом плечи лучше облокотить на спинку, либо сидите ровно, но не округляем спину в грудном отделе. Делаем. Десять вперед, а потом точно так же десять назад. Техника какая? Теперь мы, получается, отодвинули предмет максимально далеко и вот от него забрали шею в исходное положение. Работаем. Назад, да? Раз. Ты же сказала, отодвинули. Два. Я просто про две терники рассказала. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. И десять. Хорошо. И вперед. Свет шея болит. Костя, у меня все болит, все. Надоело все это. Ну, доделаем и к шведской стенке пойдем. И перестань болеть. Вряд ли. Ты мне потом расскажешь. Давай. Вперед. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. И десять. Хорошо. Так, достаточно на сегодня. Шеи закончили. Переходим к основной части нашего занятия. Пересели на кушетку возле шведской стенки. Дима наклоном корпуса растягивает спину. И теперь мы поднимаемся для того, чтобы размяться и подготовить все наши суставы, мышцы связочки для ходьбы. Мы вначале походим сегодня, а потом спустимся на пол. Говорится, Дима дождался половой жизни. К концу недели. Дорос до половой жизни. Так, значит, при вставании подаем таз вперед, максимально раскрывая тазобедренный сустав из прямого положения. И немножко подавая таз вперед, растягивается перенея брюшная стеночка. Икра нужна, растягивается у меня тоже не знаю. Ну, икра нужна у тебя растягивается, да. Если стопы плотно стоят, и когда таз подается вперед, колено прямое, тоже растягивается икра нужна за счет наклона. Делаем упражнение. Оно и упражнение, и растяжка одновременно. Значит, смотрите, Дима не упирается коленом в коленоупор. И когда он, уводя таз назад, создает напряжение в ноге таким образом, чтобы коленная чашечка не сгибалась, и колено не сгибалось. Да, это тренируется подколенное сухожилие. Очень классное упражнение, но до него нужно дорасти. То есть, потихоньку, когда у вас начало подмыкать колено, вы становитесь, кто-то вас страхует. Может быть, даже стоит поставить какую-то там кушетку, либо поверхность, чтобы придерживало икроножную мышцу. И под чуть-чуть уводить таз назад, ровно столько, сколько вы чувствуете, чтобы они не подогнулись. Потому что чисто физиологическое положение тела, когда таз уводится назад и выходит в наклон корпус, это идет, как это правильно сказать вам по-простому, да, позыв на присед. Да, то есть, это движение, которое нас присаживает. Вот. Так вот, чтобы этого не было, вы потихонечку увеличиваете эту амплитуду. Если есть иннервация по ноге, хоть маломальское колено подмыкает, то есть, потихоньку ты начинаете тренировать. Если нет, вы упираетесь в коленоупор и тоже можете работать лазом с наклонным вперед и раскрытием. Это поможет вашим тазобедренным суставам и осевой нагрузке по ножкам. Далее, Дима поднял руки вверх, растянул полностью грудную клетку, брюшную стеночку, да, опускаем руки вниз и выполняем перекат носка на пятки. Либо вот такой вот вариант, это усложненный, когда идет немножко опора на руки, но больше все-таки работа спины. И подскакиваем. При этом наваливаемся на носочек и затем возвращаемся на пятку. Такой перекат. Если вы стоите в коленоупоре, то в этом случае вы можете тоже немножко как будто подтягиваться и возвращаться. Когда вы немножко подтягиваетесь, старайтесь внимание свое перенаправить на ноги, прямо на стопы и понять конкретно, как вы стоите. Куда уходит больше вес, на носки, либо на пятки. Следующее наше упражнение, пока я рассказывала, Дима готовится. Стопы стоят под тазом, да, то есть на ширине таза, либо можно на ширине плеть, в зависимости от того, у кого что шире. Так, значит, что делаем? Переносим вес тела с одной ноги на другую. Если колени стоят в коленоупоре и таз подвязан, то в этом случае вы просто наваливаетесь на одну ногу, все внимание в эту ногу, на какой ноге я стою. Ага, на левой. Потом перенесли вес на правую ногу, тоже все внимание в ногу, в стопу, на какой ноге я стою. Ага, на правой. И вот этим движением, да, вы, как это, регулируете нагрузку. То же самое можно делать, как Дима сейчас делает, как будто слегка выпрыгивает и заглядывает за высокий забор, да. При этом, когда он это выполняет, колени не стоят в коленоупоре и при небольшом таком толчке прорабатывается икроножная мышца под коленная ямка, да. Это очень классно способствует тренировке ваших ног. Так, ну что, размялись, разогрелись, поворачиваемся, фиксируем стопы обязательно, потому что стопа все-таки, как-никак, несмотря на то, что у Димы, ну, классные стопы, да, в плане, они не висят. Классные, классные. Они не висят, ты просто не видел висящих стоп, да, хотя, наверное, все-таки видел. Наверное, я видел. Вот, то есть у него, ну, хорошие стопы, то есть они держат угол, но в ходьбе все равно нужно их немножко подвязать для того, чтобы потренировать четырехглавы. Да. Стану? Да. Пошелся, пожалуйста. Сейчас, трошки надо растянуть. Как ты любишь, любите. Медушка тоже. Развитись, трошки. Хорошо. 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 6 7 8 9 18 19 20 20 21 22 30 31 31 33 34 34 35 35 35 36 36 37 39 40 40 40 41 41 42 43 43 43 44 44 44 44 44 44 44 45 45 45 45 46 46 Чуть шире руки выпрямляем, давно не ползали, собрали ноги, по наколенникам нормально все? Да, наверное, да. Стой, дай мне провод чуть-чуть, по левому хорошо. Пол скользкий, наколенники по ламинату достаточно скользко, поэтому я, вот Дима, получается, сейчас тянет левую ногу, я просто прижимаю пятку, чтобы она не уехала. Если у вас пол не скользкий, если вы, например, в наколенниках ползаете по ковру, для вас будет это более усложненный, конечно, вариант, но при этом вам не нужно будет, чтобы кто-то страховал вам пятки, если вы уже достаточно уверенно ползете. Если все-таки еще не уверенно, то, ну, пускай кто-то придерживает стопы, не толкает, то есть тянете вы сами, если вы уже ползаете. Если вы только начинающий пользователь, то в этом случае можно немножко обезвесить ногу, когда приподнимается голень, да, и тогда будет чуть легче тянуть. Бывает такое, что если прям только-только там вообще вот первый-второй раз становитесь, то вам нужно просто постоять на четвереньках и просто на одном месте поработать вперед, попытаться. И кто-то вам при этом, то есть вот вы стоите, например, на правой ноге, да, на трех точках опоры. Две руки и правая, например, нога. То есть вы почувствовали, что вы стоите то на правой, то на левой. Потом на правую стали и хотите левую подтянуть вовнутрь. При этом вам кто-то обезвешивает голень, либо помогает чуть-чуть подвинуть, потом вытолкнуть. И это вы делаете на одном месте, то есть стоя на трех точках опоры. Ну, естественно, вначале надо стать на четыре точки опоры, понять, что вы стоите, и у вас не гуляет таз. Так. Самостоятельная техника ползания. В развороте, присед. Хорошо. Нанести своим бокам. Самое главное понимать, что ты стоишь на трех точках опоры, ногу обезвешиваешь, и потом тянешь к себе. Да. Научиться стоять на трех точках опоры, это второй пункт после того, как вы научились становиться на четвереньке. Я, Диме, упираюсь в ширину колен, для того, чтобы просто не разъезжались ноги. Кстати, это, ну, тоже хороший метод, если вы на скользкой поверхности, да, то есть подсказка такая. Сам ползи. Сейчас я снимать буду, а то вдруг ты не в камере. Ух. Ух. Блин, разворачивает вообще, это просто кошмар. Так. Поднялся, собрал колени. Поползли. Ух. 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 Я не могу. Через не могу, Дима, надо будет. Ух. Ух. не тянется уже все ну значит выработал потенциал отдых что мы делаем отдыхай надо доползти подбираем ногу а а а а все отлично дополз молодец поднимаемся на фитбол накатываемся фитбол небольшого диаметра 50 у нас диаметр становимся под животом находится фитбол выпрямляемся становимся на четвереньки из этого положения на четвереньках будем прямую руку уводить в сторону а стоять на трех точках опоры фиксируемся и работаем для мышц спины удерживаем спину прямо 3 4 5 6 7 не падай 8 придерживайся 9 и 10 хорошо очень классно делаешь хочется даже сравнить с предыдущими нашими видео но я под динамики движения вижу что гораздо выше стала подниматься рука гораздо дольше и спокойнее ты стоишь на фитболе отдыхаем приседом и еще раз делаем это упражнение это же не совсем это же это упражнение на четвереньках данную руку будем выводить вперед уверена соблюдение углов тазобедренных коленных не даем тазу уйти назад два держись дима три четыре пять шесть семь восемь девять и десять тяжело это должно да потому что совершенно по другому рука уходит вперед раз видишь это сильнее сторона у тебя два три держись пастика да да четыре четыре пять шесть семь удерживаем корпус не выкатываемся девять еще разок и десять отлично да с этими половыми связями все теперь забираемся на кушетку выполняем растяжку так закончили с половой жизнью с половыми связями с половыми связями да улеглись на кушетку первое что делаем вот так как улеглись на живот растягиваем четырех голову мышцу немножко потянем сгибаем ногу в коленном суставе вот так короче если честно я за неделю за это очень устал у тебя будет целых два дня чтобы отдохнуть суббота и воскресенье не верю так хорошо мышцы ног свои работы я не знаю сегодня да ну вот у меня сейчас или за неделю ты имеешь ну вообще ну в пятницу как ты там любишь говорить пояснично-крестцовый отдел горит вообще весь огнем ноги причем ноги везде и икры и спереди и сзади вот смотри когда я кручу вперед у меня больше работает бедро пиление тогда кручу назад у меня больше задняя работа почему не знаю все правильно так и должно быть да вот я походу ну на этой неделе чуть чуть не трудил именно заднюю она у меня узнает как вот когда ты перезанимаешься в спортзале там наберешь и картошку там скопаешь позже покручу и вот оно так у меня болит сейчас поясница? нет задняя поверхность ведра? да то есть если эти там все оно болит ну я понимаю это то есть вот тут тоже прям как режет так отожмись пожалуйста еще госпожа отожмись пожалуйста проси меня упрашивать давай плысь стендап растянись хорошо ладуйся переворачиваемся хорошо хорошо и переходим к нашей стандартной растяжке не будем сегодня мешать утяжелить или пускай я бы не сделала ничего с ним дима отдохнет уводим ножку в сторону скрываем тазобедренный сустав потом будем сгибать колено тазобедренным приводя колено к животу все стандартно тазобедренный вращение да мне кажется так много всякой пользы наговорила что можно уже и помолчать согласен подошла к концу наша неделя и тренировка хорошо отработали вспомнили тоже на сегодняшнем занятии упражнения на полу половые связи заодно посмотрели насколько прогресс у Димы есть он есть да то есть если вы давно с нами посмотрели это видео я думаю тоже вы заметили есть у меня прогресс и я вообще я молодец да значит смотрите сегодня очень много рассказала каких-то моментов с начального этапа реабилитации может быть сами упражнения были достаточно сложные но я проговорила словами как это начинать поэтому надеюсь что видео было для вас полезным ставьте пальчик вверх если это так если есть какие-то вопросы либо комментарии по видео по упражнениям присылайте мы смотрим читаем и обычно в следующем видео особенно в начале занятия стараемся ответить на ваши вопросы а так всего доброго вам оставайтесь с нами друзья мир вашим семьям дома друзьям здоровья всем пока счастливо пока 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 не